Сообщение о ЧП на Рязанской ГРЭС поступило на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи 23 сентября в час сорок ночи. Видео взрыва на объекте было запечатлено камерой видеонаблюдения. В результате этого хлопка нарушения технологического процесса не было. То есть объект работает в штатном режиме. Ну и соответственно с самой конструкцией здания, значит оно предусмотрено такие ситуации. Поэтому в штатном режиме произошло разрушение легкосбрасываемых конструкций так называемых. То есть остекление и сам цех, в общем-то ограждающие конструкции, они так называемые легкосбрасываемые, которые в результате сработали и что позволило саму зданию не разрушиться. Как выяснилось, взрыв с последующим тлением угольной пыли произошел в угольной мельнице котлотурбинного цеха. Когда котел энергоблока отключали для планового ремонта. На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава, государственные противопожарные службы. Тление пыли было ликвидировано, оборудование и несущие конструкции станции не повреждены. Стоит сказать, что после ЧП Рязанская ГРЭС продолжила работать в штатном режиме. На производственный процесс взрыв не повлиял. В данный момент на месте происшествия проводится проверка. По данным представителей МЧС, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги рук.